И снова здравствуйте, браво ребятушки! Итак, мы продолжаем наш реальный сеанс У мануального терапевта К нам обратилась Анна Вот она лежит, может махать нам ручкой Проблема с плоскоступием, с ногами Но мы исследуем все тело Не может болеть просто так нога Потому что где-то есть выше Либо мышцы зажаты, либо позвонок повернут Либо нерв какой-то защемило Поэтому мы протестировали все тело Уже сделали иглотерапию Проработали жесткие спазмированные мышцы Током, огнем Тепловая волна прошла в мышцы И теперь дополняем эти согревающие процедуры Жестким, таким глубоким массажем А потом перейдем еще к мануальной правке Итак, поехали! Уже страшно Уже страшно, да, но я уже начинал Да, действительно масло впитывается у тебя быстро Очень Ты предупреждала, что кожа голодная на масло, да? Абсолютно Вот, ну, уже разогрели, видишь, уже пошло Покраснение хорошее такое С чем я тебя и поздравляю Со здоровым румянцем на полспины Осталось на щеках Да, еще на щеках добавим Сейчас я отлежу одну, а потом вторую Не, а, кстати, щеки тоже разоверят уже проверено Потом, когда человек встает от меня В зеркало смотрится Да, конечно Да, конечно Луганец такой на щеках Так, потерпи Да, можно постанать Покричать и погромче Люди, помогите! Кричи, кричи Пусть соседи меня боятся Так же, колос вниз И вот у нас везде используются вибрации Мы постоянно расшатываем позвоночник Все суставы Так вот в баку уже заходим Но там боевых ощущений нигде нету Пока еще нету, да? Больше кожи страдает Ну, отлично Вот бы хорошо Вибрация, да, такая? Вот бы хорошо Самое главное отсюда запустить волну Чтобы она дошла до макушки Голова тряслась, не надо Это как китайский болванчик выходить Ну, и вот тоже мышцы паравитабральные Разминаем А вот обратите внимание Таз до сих пор качается Хотя мы уже находимся на уровне шеи Нет, голову подправим Потом все будет хорошо Потом не будет качаться Будет подвижная, гибкая, нормальная Функциональные блоки снимем Вот, прием называется Пекарь месит тесто Отлично Для пирожков Надо мужу научить Да Ну, не больно, терпимо, да? Нет, не больно Вот мы мышцы растянули Сжали Растянули Сжали Кожа чувствительна, а мышцы не чувствительна Кожа только, да, чувствуется? Главное, чтобы все покраснело Как следует И опять вибрации для мышцы Видите, видите, как трясется Это хорошо, хороший признак Тургер кожи у вас отличный Турфика ткани в норме Коробращение хорошее Крестец крепкий Не развалится В ближайшее время Не развалится Но мы еще сход-развал сделаем Сход-схождение, да? Да Развал-схождение, да Все терпишь, да? Да пока Гровь Жива И немножко Декомпрессивно Позвоночник Это я еще вырасту? Да, еще на тени тебя Как правило, у меня Женщины любят приходить Потому что ноги увеличиваю Угенеем на 2 сантиметра Не надо мне устраивать Мой размер ноги Устраивает? Абсолютно Все, но когда длиннее Красивее же Хватай А так бегать Быстрее буду Вдруг пробегу На коротких ногах-то? Нет, если длинные ноги будут Я быстрее пробегу Буду пробегать Нужные места Ну это да Быстрее Главное не промахнуться Да, да, да Вот прям называется Урбана Кстати, да Вы заметили, что Поход в определенной Амплитуде И вот мы растягиваем Мои гидричные мышцы В длину Как бы длиняю их Квадратные И косые мышцы Широчайшие Трапецию Нижнюю И переходим К верхней трапеции Верхнюю, нижнюю Верхнюю, нижнюю Верхнюю, нижнюю И поперек Мне кажется Я сейчас блинчиком буду Как скалки У вас по столу Да, да, да Растяну Как раз по фактуре Топченов Прямоугольный Прямоугольный Блинчик Ну, у меня противень Тоже прямоугольный Так что Пригодится Так, теперь голову Разворачиваем Другую сторону Ко мне Вот так потянули Ну, кстати, Анна Может что-нибудь Рассказывать Интересное Иду любить Помолчать Что же сказать Как вы дышите Жизнь такой Сейчас, подождите Выдыхаем И еще раз Выдох Растягиваем Всю спину И еще раз Выдох Длинный Такой Протяжный Не счастлив Посильнее Пройдусь Выдыхаем И расслабляемся Только не напрягайтесь О, все Все Выжила, да? О, вообще Ну, все вы смотрели фильм Выживший, да? Мы сейчас снимаем Вторую серию Выжившая Называется Еще не вечер Еще не вечер Еще не вечер Ну, в запасе Два часа Еще на процедуры Так что Не факт Не факт Что выживу Выберем все тайны Из тебя Руку, видишь Я заношу за спину Это вот у меня Привычка осталась Я раньше на Лубянке Работал в камере Дознание А, и свет побольше Да, и свет включил Лампу в лицо Да Так что Профессию сменила Привычки вот остались Профессиональная деформация Она такая Да, да Профессиональная деформация Отпускаем плечо Вот Уже Расслабилась И лопатку Опускаю Опускаю Сверху Мышцы Мышцы Не руку Опускаю Мышцы Мышцы Отпускай Вот сверху Не тянутся Все-таки Да Снизу Нормально Сверху Тянутся Он не всегда Понимаешь Что делать Локтем Пола Достать Ну Пола Не надо Но Стола Да Стола Вот так Сейчас Раз И лопатка Открылась Можем теперь Под лопаткой Проработать Некоторые Где-то Лопаткой Открываешь У меня туда чуть линии Четыре пальца Заводит Постараешь Индивидуально Ну да Организм всех разных Конечно У меня странный Очень Частенько не попадает Под общую картину Организм Ну Все мои Индивидуумы Эти мои Цены В этом Если призвано Шарм Наверное Да Конечно Когда мне говорят Что Всем это нравится Я уже Начинаю бояться Сразу Боятся Что могут Воспользоваться Боятся Что пойдет Все не так Как у всех Болезненные точки Такие Можно Покрещать Постанать Научить тебя Как правильно Станать Вот так вот Ох Ох Хорошо так Раньше Хорошо так Никогда не было Так Умеешь Станать Да как-то Я не пробовала На заказ Ну тогда По самочувствию По своему Заказ Правильно Лучше не надо Лучше Лучше Как от души Идет Так И пойдет Правильно Напишите в комментариях Как вы думаете Как лучше Стонать Да Или как Как лучше Стонать Во-первых Как я Или как Другие люди Стон И вообще Нужно ли что-то делать По заказу На показ Или все-таки Как вот Действительно По ощущениям Сам чувствуешь Ну короче Вы за Имитацию оргазма Или против Жду от вас Тоже откровенности Так Ну а сейчас Мы постучим Немножко По косточкам Подыхаем 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 Ух 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 Сотрясение будет Скажи, пришла на сеанс, то тебя и побили, и пошлёпали, и ещё деньги за это заплатила. Да-да-да. Странная у нас процедура, ручка висит. Висит-висит-висит, а мы выдыхаем. И ещё раз. Напережно, расслабь, расслабь, расслабь еще. Выдох. Вот вы заметили, приём такой усиленный, двумя локтями делается. А с рёбрами целыми выходит? Да, конечно, с целыми. Не беспокойся, я сейчас всё прощупаю. А убедиться, да, что целыми? Ну всё нормально, никакая лёбро не выскочила. Так, то есть, обратите внимание, вот те, кто учится, да, у меня практика, то вот так вот, ну, двойной удар получается. Двойной удар, ванда, двойной удар. Усиливаем движение на рёбре поперечное сочленение. Не путайте с вот таким движением. Это совершенно разный процесс. Так, Анна, ну а мы сейчас меняем руки и голову, наоборот. Ну куда приставляем? Можно оставить? Отклеиваем. На месте. Ну просто поворачиваем. У нас тут разные изменения происходят с людьми. Полностью преображение. Хочешь, можем пол поменять? Спасибо. На паркет, что ли? На паркет. Тебе твой больше нравится, да? Да. Анна предупредила, что я надо масло побольше. Да? Наливаем масло. Побольше. Еще побольше. В гуску накапываем. И переходим на другую сторону. Кстати, вот видите, тут уже потеплело кожа. Да там просто уже все отвалилось. Тут холодная кожа, кстати. Тут тепло. Кажется на два, международным цеплеем. Подарите, потрогайте. Если не верите, пишите в комментариях. Такое ощущение, что пол тела уже повелло, да? Да, 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 да. Ручку сюда. Все, начинается, естественно, с разогревания. Кожа, как прямо сначала кожа вот. Потом передается тепло глубже, мышцы. Ну и как художник-художник скажу тебе, главное попасть в колорку. Потому что здесь уже красная, а тут еще... Синяя будет. Да, не переборщить, чтобы синяя не была. Осталось где-то белое найти. Белое лицо будет после процедуры, да? Да нет, тоже розовое будет. Там кровь прильет. Ну как тепло пошло. Огонь ощущается, да? Голова не стереть кожу. Ну, кстати, шорох такой, да? Шух-шух-шух-шух. Это действительно трение. Это нам сейчас необходимо. Кинетическое энерготрение, запомните, передается в тепловую энергию. Кожа останется на месте, не бойся. Не сотрется. Хотя у меня был такой напарник один. Я тогда раньше в бане работал. Он говорит, выйди, пожалуйста. Ну, звоните мне в выходной. В мой законный выходной. Выйди вместо меня на работу. Я такой, ну что ты, ну как? Я не могу, у меня же выходной. Я еще жена там подначивать. Никуда не ходи. Ты наконец-то с семьей, наконец-то должен дома остаться. Я ему говорю по телефону. Извини, не могу сегодня выйти. Но все-таки я уже спланировал себе день выходной. Он такой, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Я спрашиваю, что случилось-то? Ты знаешь, что мне говорит? У нас вчера было много кавказцев, азербайджан. И у них такая волосатая спина, что я себе ладошки стер. Я не поверил, что реально спрашиваю. Он говорит, да, реально, не могу работать, руки болят. Но они волосатые, действительно. Ой, да, там такие бывают волосы. Иногда сантиметров по семь, по двенадцать. Вот такие. На плечах прям растут. На пояснице растут. Что подтверждает еще теорию Дарвина, да? Что все мы произошли от обезьян. Вы киприоток еще не видели. Киприоток? Угу. На Кипре. Угу. Исполненные киприотки. Это эти греки, получается? Ну, да, получается. Или турки. Да, там и турки, и греки, там все вместе. Но они, женщины, ужасно волосатые. Да? Ах. Надо же. Ну, когда, да, мы не из той среды, не из той культуры, нам это странным кажется, даже ужасным, ужасающим, да? Да нет, да. Ну, когда в той культуре живешь... В принципе, это не ужасно, просто сейчас уже все привыкают к тому, что... Я вот знаю, что на Кубе, например, ну, там какие-то, в Американских странах, не любят даже, чтобы женщины били ноги. Поэтому у них женщины ходят с волосатыми ногами, и это считается нормой. Ну, так это, в принципе, нормой. А какое-то есть поселение, уже не помню, как страна называется. У них, как бы, генетически у всех женщин в роду получается очень много мужских гормонов, тестостероны. И у них волосатость на лице, на груди, усы. Представляете, такая, ну, не сильные прям, как у мужчин, да? Ну, вот, усы, борода, так они никакие депиляции, депиляции не делают, не бремят даже, так ходят усатые женщины. И когда приезжаешь в эту страну, сначала кажется странным первым два дня, а потом привыкаешь нормально, как бы. Усатая, усатая. Вся кожа болит. Убивает. Стирает. Стирает, да? Надо принести эту стиральную доску такую, да? Да-да-да. И так прыг-прыг-прыг-прыг. Ну, а теперь глубокий массаж, кулаком делается, чтобы мы дошли до мышц. Ну, так как бы мы до стола, а не до мышц. До стола достают. До стола достают. До стола достают. Так, вот еще один прием, называется куриная лапка, когда все пальцы расходятся в разные стороны. То есть ставим на ППС, пояснично-подвздошный сустав, связка. И мышцы отодвигаем от подвздошной кости и от крестца. Вот туда-вот туда-вот туда, чтобы растянуть. Этот прием может помнить, как называется. Напишите в комментариях. Я-я-я помню. Да, как? Мужу надо обучить. Мужу, которому надо обучить, да. Пекель. Пекель месяц теста. Да. Для будущих пирожков или что там, булочек. Вот это прям шестеренки называется. Рука работает вот так вот, как шестеренка. Ну, это я иногда в экран показываю, потому что я же обучаю этой теме. Массажем, монотерапией. Да, это правильно. Я сама с удовольствием смотрю. Да? Так что, если кому надо, если кто хочет производить должный эффект, лечебный, целебный, на вашего пациента, клиента, да, то приходите ко мне. Меня зовут Олег Калав Гудвин. И у меня очень много в арсенале приемов и методов лечения, скажем, натуропатических, которые позволяют человеку уйти от врачей, уйти от таблеток. Вот наша Анна тоже против таблеток, да? Однозначно. Вот. Она травмится, потом поделится еще рецептами, какие травы собрать и приготовить. чтобы восстановить свое здоровье, да? Терпим, терпим. И, несмотря на боль, расслабляясь. Она сейчас по напряженной мышце будет только еще больнее. Вечерная. У, у, ползу. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Зря иголочки вымали. А, иголкой к столу прибить? Да-да-да. Ха-ха-ха. Прибить себе надо, чтобы держалась. Чтобы не удрала. Страховка. Ха-ха-ха-ха. Так. Запускаем волну. Вибрации все возможны. Так приятнее, да? Вот тут как раз и постанать можно. Ха-ха-ха-ха. Да, можно постанать. Главное делать по-разному. Можно просто вот растрясти, да? Вот так вот. Можно сделать как бы вот за кожу вот такой вот вибрации, да? Можно сделать с прилипанием. Выжимка такая. Прилипая и потянули саму мышцу. А можно сделать такую мелко треморную тряску. То есть вот где проблемный участок. Ну давай, допустим, вот здесь. И вот приходит такое потихонечку успокоение. Чувствуется? Ну не знаю, я не нежно ничего. Ну я про мышцы не люблю. Расслабляешь. Не про психологию, не про психику, да? Но я даже для камеры делаю немножко так по-энергичнее, чтобы было видно. Расслабляется, расслабляется мышца, чувствуется. Расслабляется, да? Легонько-легонько я почти не касаюсь. Такое и тепло получается. Да, и тепло еще передается, да. Так что смотри, у тебя бонус с эффектом сауны. И, кстати, вот поздравляю со здоровым румянцем на всю спину. Аплодисменты в студию. Массовка, заходи. Сейчас снимать будут. Так, ну и теперь давай, сейчас подышим немножко. Сейчас чуть-чуть локтем постучу. Переходим к более глубоким локтевым техникам. У нас, знаешь, какая самая любимая песня у массажистов? У меня ассоциации. Бесэмэ, бесэмэ мучэм. Увну момент, I want you tonight. Что переводится на русский? Мучайте меня, мучайте. Я потом буду кайфовать. Да, когда... Да, что такое кайф, кстати, вопрос, да? Это когда человек долго терпит, 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 потом отпускаешь, и он такой... Да, потом уползаешь от массажиста с таким кайфом. Но зато с кайфом, да. Если вы, друзья, хотите тоже получить кайф, то записывайтесь ко мне на прием. Я принимаю в Москве, район Тушино. Олег, Алав, Гудвин. По этим позывам вы можете найти меня в любых поисковиках, в любых мессенджерах и социальных сетях. Вдох. Сейчас мы декомпенсируем подзвоночек, уперевшись в таз и за ребра вытягиваем в эту сторону полностью. Тут есть один большой минус. Какой тоже? Нет. Кушетка неправильная. Почему неправильная? Ну, потому что некоторые выпуклости с другой стороны пытаются вогнуться. Стать вогнутостями, да? Выпуклость превращается в вогнутость. Ну, это да, отверстия не буду смотреть. Но тут есть такая щель небольшая. Вот может туда попасть. Я боюсь, что это не мой размерчик. Да. Ну, тут не поспоришь. Надо было здесь для меня стол с большими двумя отверстиями вот такими. Друзья, а вы напишите в комментариях, вам какой размер женской груди больше не нравится. Второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, может быть. А ты, если не поделишься, какой у тебя размер? Наверное, третьим и четвертым. Не, ну четвертым точно. Не. Так, ослабляй, ослабляй. Включители. Ну да, между третьим и четвертым, наверное. Будем мерять. Сейчас замерим. А как меряется, сантиметром вот этим по окружности или как? Откуда же я знаю. Я в магазин прихожу, тыкаю и говорю, мне надо. Она говорит, ну, у вас, говорит, ну, три с половиной, ну, может быть, четыре. Так и подбираем. А, методом тыка? Ну да. А ты, конечно, на что? На ту модель, которую хочу. Ага. Есть вообще такие круги, ну, отверстия, где сантиметр как-то измеряется. Вообще, я недавно выяснил, как образовалась первая, вторая, третья, как они вообще ориентируются по мужчинам. По объему руки? Да, да, да. Знаешь, как определяется? Посмотри, вот изначально вот есть плоскость. Если мы вот так вот накладываем, вот что в ладошку умещается, просто вот эту ямочку, это первый размер. Если вот так сделаешь, второй размер. Если вот так охватываешь, это уже третий размер. Если вот так вот держишь, это уже четвертый размер. О, да. Тоже методом тыка. По ладони и мужской руке все это измеряется. Ну, ребята, померитесь там у себя у кого какого размера, потом в комментариях обязательно напишите. Ну, я имею в виду не у себя, а у своих там жен, подруг. Сейчас пойдут себе подруг мерить. Ну, кстати, да, это нау-хау своей ладони не измеряется. А мы сейчас запустим волну вот такую. О! Радиоволна. Я волна, новая волна. Любишь такую песню? На данный момент не знаю. Ну, поскольку мы работаем без музыки, придется на самом деле исполнять. Новая волна. Выдох. И теперь, видели, я продолжил локоть под локоть и обоими локтями. Выдох. А локоть она используется, как кричат на себя. Фух. Все. Сейчас я пожарю все эти приемы. Там более 200 приемов иммунальной терапии у меня используются в работе. Я пишу очень подробную методичку. Так что подписывайтесь. Скоро я вам пришлю и эту методичку. А мы сейчас делаем такое окошко. И кладем сюда лобик. Лобиком в окошко. Ну и самое интересное, это шея. Шея у многих людей болит. Как правило, если вот по-честному, то надо делать массаж шеи хотя бы легкий. Каждый день. Каждый день. Потому что это снабжение кровообращением головного мозга. Тут же и глаза, и все остальные органы, которые находятся в области. Головы. Вы же не только туда еду накладываете, правильно? Вы же еще есть. Что-то есть. Что-то ничего делать. Терпимо, да? Угу. На грани. Угу. По лезвию ножа. Угу. А вот сейчас мы перейдем на более интересное место. Терпимо процедурам. Поэтому подвигайтесь ближе к рамам бандерлогии. Смотрите ближе. Сейчас будут уникальные приемчики. Тоже начинаем со стирания. Анна, если хочешь, можешь петь. А танцевать? Да, танцевать пока не получится. Но потом мы с тобой еще потанцуем. Похрустим даже. Косточками. Куриными. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да нет, твоими, твоими. Хе-хе-хе-хе. Да тоже угрожает. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я вспоминаю этих хиллеров тайских или как они там? Хиллеров таких, не помнишь? Которые копаются в животе у человека и вытаскивают ему проблему. А, есть такие. Помнишь, да, прям почти операция без ножа, без скалькуля, просто руками там что-то копать, скопаются, вытаскивают. Кровь там идет. Мне кажется, это фейк. Ну, это не фейк, это фокус. Ну, можно. Хороший визионистый. Кровь куриная или свиная. Вытаскивают куриные кишки, честно говоря. А человек показывает, что вот мы тебя вытащили какого-то дур там. Ну, не знаю, какого-то там веса, что ли, в такой форме. Ну, те, кто верит, да, то это получается, что действительно на них это действует влияет. Ну, эффект плацебо никто не отменял. Да, эффект плацебо, да. Так, вот, подигональте вытянем. Ну, я же говорю про формат стола. Расплющим, раскатаем, пирожки сделаем, да? Угу. Не, лучше шпицу. Так, ну, тут у меня все приемы имеют определенное название. А вот это название запуск ракет. Тут шафта находится, да? Мы запускаем ракету. Фу-фу-фу. 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 Или там тополь-эм или искандер, кому как нравится, кто в теме разбирается. Наша задача максимально разогреть шею. Давай еще разогнемся сюда. То есть мы так растягиваем мышцу. Леватор скапулус мускулус. Поднимаем еще лопатку и отдельно ее еще проминаем. Проходимся по ней, вытягивая ее за череп. Тропейцу тоже потянем поперек. И продольно. Теперь головушку в другую сторону. Довернем чуть-чуть сюда. Быстрое растирание. Инверсированными ладонями вот так. Потянем, потянем поперек. Вдоль. И мышцу, поднимающую лопатку. Тоже вытянем аккуратно в противоположную сторону. Если вам не видно, то можно, в принципе, руки поменять. И не важно, какой рукой вы это делаете. Видите, от центра позвоночника, вот остистых отростков, как бы эту мышцу окрепляю. Терпимо? Да. Все, голову теперь посередине. И теперь, прием называется эпулеты. Делается куриной лапкой, где все пальцы расходятся в разные стороны. Но поскольку мы держим акупунктурную точку, вот здесь вот. Ты что же в точках разбираешься, да? Не во всех, но да. Здесь вот мышцы крепятся к кармельной отростку и ключице. Вот эту мышцу держим точку. А обходим акупунктурную отростку, вытягивая дельтовидную мышцу. Получается, мы таким образом рисуем как бы эпулеты. Эпулеты, знаешь, что такое? Что-то на плечах. Ну, да. А аксельбанты? Нет, нет. Это где-то посложнее будет, да? Да, и то, что тоже сложнее будет. Ну, это с армейского обмундирования прошлого века. Так, кто еще потерпели немножко? О! И отделяем позвонки. Фу, выдохнули. Терпимо? Жива. Зато есть, как мышцы вот расслабились. Прям видно. Вот они какие. Желеобразные стали. Очень хорошо. Я потом соберусь. Прием шестереночки. И зачереп натягиваем на себя. Сделаем все длинную шею. Ничего не боится, изберем на запчасти, потом соберем. А если что лишнее осталось... Ну, даже запчасти не остались. Да, 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 да. Если какая-то лишняя останется. Ну, значит, она им не нужна была. Точки рефлекторные. Терпимо, да, пока все? Да, живо. И теперь прием называется Когоц Орла. Впивается в череп и утаскивает за собой в Поднебесную. Поднебеса. Точки Конфуция. Или, кажется, это в ад дорога. Это вниз, а не вверх. Ну, по-моему, все наше дно будет. Лучше, думаю, не про ад, лучше, думаю, про возвышение. В рай. После таких ощущений. Все в рай. Все в рай. В райский сад. Вот. Тут тоже точки такие на висках потерпеть чуть-чуть. Ах. Да, да, да. Они болезненные. Еще. Ах. 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 Три рядом почти раз, два, три. Ах. И на ушах у нас тоже очень много точек акупунктурных проекций наших внутренних органов. Поэтому мы уши обязательно разминаем. Кстати, стимулирует очень хорошо трезвость ума. Такую, знаете, как будто бодрость такая. Проснулся, как будто человек после разменения ушей. Я уже неоднократно повторялся. Может, сейчас не буду повторяться. Ну, коротко. Ухо – это рисунок зародыша человека, вверх ногами перевяжется. То есть, получается, вот у него голова. Вот мы прищепляем, как бы, глаз, ухо, скулу. Вот пошел позвоночник. Весь позвоночник проработали. Ну, а внутри, по внутреннему ободку – это внутренние органы. Чуть-чуть по щепи, по пищи. Так, не надо не засладелся. Все. Вытянут уши, шею. Уши еще раз вытянем дополнительно. Оп. У нас занятие по вытягиванию. Это специально. Вот секрет массажа. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ставим сначала шпалы, вот такой вилочкой. По позвоночнику внизу. Шпалы, 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 шпалы. Ставим рельсы вот так вот. И у нас, получается, два пути. Вот первый путь, тут стрелка железнодорожная. Переходит на второй путь, с другой стороны. По этим путям, тут же шахты были, да, из них вылетели ракеты. Мы назад везем две лагонетки. С остатками ракеты. Нет, одна с инструментами, спускаем инструменты, другая с рабочими. Назад ушли пустые. Туда идут груженые, тяжелые. Вот так, вот так, вот так. Спускаем инструменты, спускаем рабочих. Назад ушли пустые. И теперь по нему идет ракета новая, тяжелая. С декомпрессией вперед, вперед, вперед. И ставим ее прямо вот туда. Назад ушла пустая. На стрелке развернулись. И опять новую тяжелую, твердотопленную ракету. Везем, везем, везем. И устанавливаем в шахту. Все, она ушла пустая. Теперь все эти следы наших ПВО, секретных, надо стереть. Метлой замести. Да, метлой замести. Убрать, чтобы потенциальный противник не догадался. Вот, рельсы убрали, сняли весь дерн. Это была моя шкурка. Да, шкуру сняли. Представь, как Мауглер сделывает шерхана. Снимает шкуру шерхана. Вот, ямы наши засыпали. Чтобы никто не догадался. По земле прошел град. Пошел дождь крупный. Лужи, лужи везде. Маленький дождик такой. Пальчиковый. Для любителей. Сейчас расслабит, потом как шарахнут. Да, у нас такие методы сначала расслабляем. И заколосилась зеленая-зеленая трава. Главное нам подсознание человека утихомирить и перейти к более тяжелым техникам. Сначала я салфеткой вытру. Остатки масла. Зачем? 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 Не надо? Нет. Зачем? Оно мешает? Ну, просто скользить может. В смысле, я из одежды вывалюсь? Ну, ладно. Ладно, оставим масло. Оно сейчас впитается. Оно сейчас впитается. По желанию оставим масло. Себя тогда сотру. Оно сейчас все впитается. Ну, может, не сразу, но потихонечку впитается. Такую вкусняшку забирать. Да, тем более масло у меня ароматизированное. Оно со специальными эфирными маслами. Правильно говорит Анна. За этим и приехала. Вот, а мы перейдем теперь к приемам таким мануальным. Спускаем руки вниз со стола. Угу. Голову тоже на бок. Прослабляемся. И выдыхай, когда я нажимаю. Чувствуй, что я нажимаю, и ты просто выдох. И еще раз. И еще. Еще разок. Уф. 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 Я так часто не вдыхаю. Уф. 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 Ну, не беспокойся. Организм не забудет вдохнуть никогда. Уф. 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 так я сейчас голову чуть доверну сама ничего не делай немножко все расслабились надежи не предугадывать не надо там все было тазик стоит для торговых голов не пригодится не мне очень нравится она занимается с юмором молодчинка ну то что это безопасно покажи нашим зрителям о том не сомневается все пишет там ужас ужас да все можно так берем ноги расслаблены только все расслаблены и выдох не сама не думай выдох там и ноги можно складывать вместе с головами в корзинку режим но мы перейдем теперь к обработке стоп до стопа холодный небольшой секрет вам чтобы не был щекотно движение должно быть не плавные мягкие да а либо быстрый либо совсем медленно и протяжного такие вот так не щекотно вот растираем одной другой рукой свод стопы где у нас продольно плоскостопие расшатываем его ничего не держи ногу не сопротивляйся просто расслаблено все все расслаблено на пятки все расслаблено натянули вот так вот передние сухожилия поднимающие пальцы и вот растянули расслабили ахилл сухожили теперь натянули здесь расслабили так что дым стоял огонь высекаем чувствуешь да пятку отрываем кожу пятки вернее от пятки стельку наклеим шпора она находится вот здесь вот где уголок пятки такой так поэтому эту точку мы особенно прорабатываем чтобы она не появлялась скоро это остеофит такой маленький нарост как острие зубочистки который дает потом на сухожили на это поэтому ходить больно чтобы предотвратить надо точку жестко прорабатывать мы терпим мы ставим палец это вот пожестче да и с упором не болит ну здесь много культурных точек мы китайщины не занимаемся поэтому не буду там все рассказывать так просто прошли здесь да так но это вот она жаловалась на поперечное паскостопие раз все мы сейчас и проработаем мне очень нравится что она у нас юмором и где больно она воспринимает что хорошо правильно это хорошая боль бывает плохая была это хорошая целебно так скажем да да вот видно что у него по на ощупь вот эти три пальца вот этих посередине вот они выключились сюда как проверяется плоскостопие если нет поперечная должна быть выемка здесь стыкуются большой пальцы мизинец не стыкуются тут пример не хватает толщины пальца например на полтора сантиметра сейчас попытаемся это исправить не держи на стопу не держи вот размалываем как бы все не больно вашем пальце все суставы вот так жестко достаточно перемалываем каждый по отдельности каждый относительно друг друга да это бывает через боль тем более здесь поскольку такие жесткие все все значит у тебя вот расшатся он расшатся суставы только не держи ногу не держи пускай пускай стопу тела еще раз отпусти держишь не надержать а то ничего не получится так но если не такие жесткие придется их тогда еще немножко импульсную туда терапию дать импульсная терапия с такими палочками бамбуковыми тоже ногу сюда Уй, я так не делаю Делаешь? Сертима? Да, вполне Делаешь? Вот тут больновато, да, наверное? Да там везде больно, на самом деле Ты так терпишь, да? Угу Заметьте, все наши движения, даже кулаком, идут от периферии к центру Потому что мы болим лимфу туда к лимфоузлам в центр организма Все это больно, одну минутку, даже пару секунд и все проходит Большой очень плохо гнется, сколько себя помню Вообще не гнется, да? Ага Да, вообще задеревенело все это Так, ну и попробуем теперь сам приемчик Опа Вот уже хрустнула И еще Расслабляйся Нет, ты держишь ногу, держишь, не держи Не держи, полностью все расслаблено Вот так раз Ну, всем этим приемом я обучаю у себя На тренинге, по-моему, на терапию Поэтому Если вы нас не зря смотрите, то Сладаим-сладаим Подписывайтесь на этот канал И Переходите ко мне на обучение По крайней мере, вот видите, уже начинает Ложбинка появляться Сейчас еще расслабляю Могу расслабляю Расслабляю полностью Лечение в данном случае идет через боль Поэтому я всегда предупреждаю клиентов Чтобы Терпели Терпите Иначе не будет терапевтического эффекта Ведь терапия и терпение Даже на коренные слова Все, все, все Так, ну и теперь проверяем Вот визинец с большим пальцем Большой пальцем не гнется, да? Ну, расстояние, уже видите, уже меньше стало Если раньше большой О, куда там пролезу палец Сейчас Бизинец это с трудом Проводит вот Бочком Вот так не больно Когда Больно Большому Да? Тебе надо Денуще с большим работать Вот тут через боль Слава Богу, костной мозоли еще нету Да, бурсита нету Еще не наросло ничего Но Поэтому Он пока поддается работе Поскольку у нее натуральное питание Уанны Я уже могу подозревать Чтобы Подагры тоже нету То есть Это не молочная кислота Не мочевина Это вот именно просто С детства С детства Да? Малоподвижность такая С детства Не разработан Сустав Хочу рентген сделать Никак не доходит ни руки Ни ноги Надо сделать Да, надо сделать Смотреть, что там Ну вот видите Ложбинка появилась Это уже хороший результат Для одного сеанса Уже хорошо Отпускаем И переходим К следующей ноге То же самое Ее растираем Я почти живу Ты хотела что-то сказать, да? Мат убрать? Я помолчу тогда Мат там не нужно Тогда помолчу Придется помолчать, да? Да, да Ну это легче как-то нога Ну погоди Я только начал А, ну ты изначально Была вообще легче Правила легче, да? Поддается Воздействию А то с детства Как-то вот все пальцы По-другому совершенно гнутся Если все с детства То конечно Это тяжело исправить В возрасте уже Так, какой еще возраст? Еще только начало Все только начинается На камеру Мы не будем говорить Имеется ввиду Промежуток От проблемы До начала восстановления Просто многие люди Ко мне, например Приходят Уже тогда Когда уже там Все закоксовалось Одна женщина пришла У нее нога Одна, короче, другой На 5 сантиметров Аж 5 сантиметров Представляешь? Я даже не смог Массаж ягодиц сделать Вообще Потому что они просто деревянные Другими методами Делали блокады И ставили Вот И в итоге я спрашиваю Ну а когда это у вас случилось? Она говорит 15 лет назад Ну спрашиваю А что, что столько времени? А что, что столько времени? Она говорит Ну по каким-то врачам ходила Ну куда-то там Что-то вот сделали Ну ничего такого эффективного Ей не делали Тут у нас вот идет Через боль, конечно Но восстановление организма Буквально за Несколько сеансов Да, поэтому Мне надо терпеть Это зрителям говорю Да, что если у вас что-то Произошло Лучше обратиться В ближайшие дни Ну максимум через неделю Через 2 недели Да Ну обычно человек надеется Неделю Что-то типа само пройдет Да Но особенно со спиной Моментально это надо Да Это желательно моментально Чем раньше обратиться Тем лучше Потому что потом Сращиваются суставы За это время Да Я же не буду их ломать Там Костная мозоль появляется Связки Тоже там Узелки на связках появляются Понимаете Это же уже потом Очень тяжело Например Если человеку выбили нос Нос кривой стал Да То его можно вправить обратно Только в ближайшие Четыре-пять дней У меня перелом был носа В этот же день оперировали А вот В этот же день оперировали Вот видите Поэтому если вы там Смотрите Нас Чтобы прийти Кому-то на сеанс Идите немедленно Сразу выбирайте Когда что-то случилось Да Сразу звоните Пишите Сеанс можно назначить Буквально На следующий день Через день Через 2 дня Вот И не надо ждать Несколько лет Тоже у меня Говорят Вот у меня Например Там 47 лет У меня сколиоз Вторую степень Вы можете исправить Ну как я могу сказать Могу ли я исправить Или нет Конечно Все методы будут применены По крайней мере Мы не ухудшим состояние И зафиксируем То что есть Чтобы не ухудшалось Ведь там же Представьте В этом возрасте Позвонки уже другую форму Уже другой формы Межпозвонковые диски Как я там Что-то могу исправить Это надо исправлять До 17 лет Пока организм растущий Ну может быть там До 22 лет Так Тут меньше болит Да? Ну болит то везде И там и там В одном и том же месте Так что с плоскоступием С коллегозом С такими проблемами Надо обращаться В детском и юношеском возрасте Вот мы играем на клавишах Из женщины Извлекаем нотки Доре ми фа с хо я О, видишь Хрустно большой палец Здесь все Более подвижно А паучики тоже в корзинке Да, тоже у нас корзина Для неверующих ход Специально для Оторванных пальцев Поверят ведь Поверят, поверят Да мне там Зрители Такую ерунду Пишут иногда Там просто Комментарии Можно зачитаться Такая умора Просто Заходите Кстати на мой канал Он везде Называется Во всех остальных Сетях и в ютубе Академия Телесно-ориентированных Практик Запомнить легко И соответственно Пишите комментарии Читайте комментарии Других людей Это прямо Увлекательное дело Это очень увлекательное Комментарии Это вообще Да, это очень увлекательно Народ у нас веселый Кто во что Гораз пишет Так, да держишь ногу Такую А, у тебя передняя Сейчас это Где-то вот все жестко Хотя вот эта икру Мы расслабились И вот видишь Уже как болтается Это результат Игл Иглотерапия В головночале Да, и вот сейчас Кроме же мышцы Просто Расслаблена И прошитаем Относительно Друг друга Терпима, да? Жила Терплю Молодец, молодец Молчу Видно же Раз молчу Значит терплю Да Анна у нас Не из тех людей Которые играют В партизанов Она Высказывается Прямо в лицо Ух! Доктору В лицо Врагу Да? Так Ну вот и попробуем Теперь После Разминания Раз Раз Два Три Теперь разработаем Палочками насыпано сыпучее вещество в данном случае это я сухой рис засыпаю закрытые резинками поэтому импульсная вибрация идет не вместе удара оттуда глубже проникает в организм еще глубже поэтому вот такой перкуссионный метод массаж мы используем у меня бамбуковые тоненькие много бамбуковые веники исполнять буду я кончиками задевать вот после всех этих вибрационных проработок можно было бы обратно со мной коми вот умничка молодец приветствует здоровый образ жизни баня здоровое питание без таблеток до травы и что ищете нам чистая вода обработка себя самой всевозможными средствами от веников наверно до всяких обертывания обмазывания тоже до основном мед соды отсюда это хорошо да посмотрите в камеру у нас мизинец и ваши пальцы начинают приближаться друг другу не больно например неприятно еще сантиметр остался да не все естественно за один раз происходит но поймите что боль данном случае она полезная боль молодец теперь переворачивайся на бочок на который спиной ко мне поворачиваемся к океану передом кормой лешему олегу лешему так надо срочно посевдание да руки вот так вот реверанс эту руку захватывай подержи вот так и смотри голову ты на назад тут могу зацепить за стол и на насчет 3 выдыхаем можно держаться до 1 1 переворачиваемся теперь лицом ко мне на бочок свешиваем в этом случае другой немножко приемки соползать я сидишь на снизу наоборот сюда вот так мы используем свою колено весь упор пациент и нового уголка стола не больно все нормально все ложись на спину так начали у нас одна нога была короче примерно метров на 5 опускай пускай но уже видите после этой процедуры выровнялись и по внутреннюю косточку лодыжки это может посмотреть на пальцы своих ног смотри еще не ровный по высоте видишь ровные стали ну да ровнее не заворачивай вот видишь ровнее да и по пяткам смотрим тоже ровнее то есть вот процедуру которую мы сделали со стороны спины и с поясницей в том числе они уже помогли ногами ну можно еще немножко тут добавить если ты расслабишься самое сложное пускай 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 пуг пачок пачок сюда пускаем а а а хороший стон все повышается качественный отлично отпускаем 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 слабо так теперь в бок расслабились и пускай опускай стопу все расслабили вот так вот она шею вытянули ноги вытянули все уснули да по столу раскатали а в общем все сделали да сейчас все зашли потянем полотенцем я боюсь ничего ничего надо федя надо федя а так кто пандалов куда где плечо было а плечо отлично локоток раз запястье тоже подправим есть два типа людей одни любят хрустеть хлебами корни дай похрустеть не люблю хрустеть ты не любишь если бы не любил не пришла бы ко мне теперь буду знать а другие да другие не любят одни говорят плюхаются на стол ко мне говорят делай со мной все что хочешь ты же мастер что знаешь а другие делаешь все хочешь только не хрустеть только не хрустеть так нормально только было ой ламочки так вставай тросик а не все можешь ложиться да ложись обратно ты испорвался блин ты страшно ложись нормально да так это не я резкие движения делаю так вот друзья напишите в комментариях кто из вас любит хрустили косточки кто это дело ненавидит пишите в комментариях пока у нас небольшой переживчик ставьте лайки это вот там вот комментарии внизу а вот там жмите на колокольчик чтобы получать новое уведомление о полезных видео то что как раз за череп потянем потянем весь позвоночник вытянем признавайся где что было ничего не было было очень страшно было просто страшно да так значит для тебя сейчас уже все в норме на месте сейчас я просто голову немножко не напрягаю все расслаблено немножко поймем где что-то может позвонок какой съехал не держишь еще расслабляю расслабляю вот здесь расслабляем расслабляем еще движение это страшно что они резкие на самом деле очень мягкие чип-чик и готово все можно вставать я здесь или там жива блюдо приготовлено может может немножко голова кружится но не страшно так ну раз ты в камеру смотри я пока тебя прощупаю сзади ну ты тут нормально мягко с обеих сторон стало не больно ну расскажи свое ощущение что-то почувствовала как ощущение выжила самое главное ощущение по всему телу преображение ну а так нигде не тянет не болит нет ноги главное мы выровняли вот ну давай пожелаем приходите правда реально очень чувство себя кайфово полностью реконструкция вашего организма сход-развал подлифтовка и так далее да правильно выравнивание выравнивание давления да выравнивание давления устроение головной боли устроение всех боли всех функциональных замков блоков да все убираем от пятки от пальцев ног до челюсти и души даже лечим душу до встречи дорогие друзья с вами был Олег Гудвин